Я вас уже знаю с апреля месяца, я смотрю видео в группе нашей. Конечно, я не всегда посещаю группу занятия Библии, сама читаю, барахтаюсь, захожу в ваши видео, смотрю, какие вопросы есть. Они, глядя все видео, которые ваши в эфире, вопросы зачастую рассеиваются. Но вот мой вот такой вопрос к вам, Игнатий Тихонович, это, наверное, человеческий, житейский, не по Библии сегодня. Я бы хотела спросить вашего совета, как отца, как справляться с душевным унынием. Мы, люди, подвергаемся разным проблемам, где-то обида, измены, где-то непонимание, недоверие. И вот к моему вопросу я буквально в воскресенье услышала, я читаю Евангелие, я начала читать Игнатий Тихонович Ветхий Завет. С самого начала я прочла Ветхий Завет. У меня было непонимание, у меня был какой-то протест, я как-то переживала, что я не понимаю. Потом мне наставник духовный сказал, что вообще Святая Библия читается с Евангелия, с конца. С конца нужно. Я опять не понимала, как книгу читать с конца. Святое Писание читается от первой странички до последней. Но, видимо, во мне не было Святого Духа, и вот это непонимание было. И у меня есть духовная сестра, она мне сказала, читай Евангелие, читай. Вот открывай и читай. Я начала читать Евангелие от Матфея. Параллельно читала книгу Сирахова, и сознание стало приходить, и пазлики стали в голове складываться. И вот я услышала по каналу «Спас», я иногда его смотрю, я принимаю то, что мне нужно, что не нужно, я это убираю. И то, что я ещё читала царя Соломона, пророка, вот его книгу, и там была такая история, когда две блудницы пришли к Соломону, царю, на правосудие. Они обе родили сыновей, у одной умер сын, у другой остался живой, она его кормила. Но одна из них отняла живого, приложила себе, и утром, у которой был живой, она не могла понять, почему мёртвый. И вот у них зашёл спор, что это мой сын, другая говорит, нет, мой. Они пришли к царю Соломону, который был одарован талантом правосудия Всевышним. И он сказал, развежьте пополам и дайте каждой по половине женщине. И истинная мать сказала, не надо, не убивайте, отдайте, лишь бы только ребёнок жил. И вы знаете, вот после этой истории немного у меня вот пришло сознание. Понимание истинной любви, Игнатий Тихонович, независимо, кого мы любим. Близких, родных, мужей, детей. Любовь, я поняла, должна быть искренняя. И если мы видим, что мы кого-то теряем, теряем не по смерти, спаси Господи, а по каким-то жизненным обстоятельствам. И вот правильно ли я понимаю, что нужно отпустить, если человек искренне любит, то нужно вот этот пример из Святого Писания, он является вот к моему пониманию или нет, что нужно отпустить человека и молиться за него. Пусть он даже не рядом, пусть он даже на расстоянии, пусть он не с тобой, пусть он с кем-то, пусть он разделяет свои дружеские отношения с другими людьми. Если с тобой не сложилось, то, наверное, всё-таки это правильно будет. Просто отпустить, молиться и истинно любить. Вот насколько я правильно, не знаю, понимаю, но я когда это услышала, мне стало легче. Легче в силу того, что что-то происходит в моей жизни. И вот, наверное, пришёл час, когда мне нужно действительно было уже с вами встретиться. Вы мне снились. И, наверное, вот всё-таки действительно по жизни Господь Бог делает так, что люди по своим духовным, по своим каким-то внутренним складам, они притягиваются, наверное. Пусть я несовершенная ещё, я не рождена свыше, как есть такое выражение. Я пока обычный человек, но я уже по-другому мыслю. И мне трудно в этом мире. И я начинаю понимать, что то, что меня раньше увлекало, то, что мне от чего было раньше весело, я на это смотрю уже с огорчением, не то что с огорчением, с каким-то разочарованием, что люди действительно заблуждаются во многих вещах, даже те, с которыми мы живём. И бывает иногда ещё огорчение от того, что вроде мы едим с одной кастрюлей, я даже говорю о себе и обобщаю о других, о друзей, которых я вижу. Мы спим в одних постелях, делим один бюджет, но, оказывается, мыслям-то мы по-разному. И оказывается, даже бывает, что мы огорчаемся от того, что нас не слышат чужие, а зачастую даже не слышат даже близкие. И вот как найти путь к этому покою, к спокойствию? Как молиться? И что именно, может быть, нужно читать, чтобы действительно не потерять вот это золотое сечение, которое оно сейчас, вот сейчас я говорю лично о себе, чтобы я его не потеряла. Я его поймала. И как мне его удержать? Вот именно вот в себе. Может быть, даже кому-то я когда-то смогу потом помочь. Вот сейчас я говорю о себе. Видите, тут надо четыре вопроса поставить. Вы на них сейчас будете отвечать. У вас выбор есть тот и другой. Вы два вопроса знаете. Что случилось, где, как? Что вы, принимая какое-то решение, этим добиваетесь? Что ищете? Телесного или духовного? Временного или вечного? Духовного. Второй вопрос. Ну, вечного или временного? Вечного. Вечного. Ну, вопрос уже наполовину решен. Не надо так вот вещи там, человек приватизировать намертво. Он не только нам принадлежит. Это дело-то в Божьих руках. Мы должны просто посмотреть. Жили такие-то люди, поступали там, какие-то женщины из-за ребенка, и умер царь Соломон. А это было 3000 лет назад. Там уже и косточек не найдешь. Это все настолько временное. Даже вот, которое было в 1937 году репрессии, кто расстреливал священников? Никого уже нету. Вообще никого нету. Вот и все. Так, вы первый вопрос разрешили себе? Его крепко держитесь. Господи, только тебя не потерять. Ты решаешь как? Крепко за что-то земное ухватиться там? Или он судится так? Можно подать, суд разрешается нам. Но ты заранее должна сказать, Господи, любое решение я принимаю от тебя. Я прошу, Господи, тебя. А вот теперь сама и посмотри. А если уже заранее знаешь, что это от него, тогда и суда не надо, когда тут все уже решено. Тебе выбора-то никакого и нету. Ну, даже если бы сейчас было как у мусульман. Его там вызвали, отпороли, там привязали домой. Тебе надо это? Нет, не надо. Вещь какую-то взяли. Я много судился, потому что так было. Я когда освободился, и реабилитация пришла, теперь надо вернуть, а у них нет ничего. И 11 лет шел суд, они мурыжили. Мы молились. Через 11 лет пришло решение. Вот этот домик, где я сижу, 13 соток, красивейшее место. Рядом тут опь. Ну, просто красота. У меня есть где голубей держать. Я тут не знаю как. В одном доме храм сделали. Вы видите ролики-то наши где? А почему? Мы доверились. А вот я не могу, я волнуюсь. А кто тебе сказал, что ты в покое будешь жить? Да дело только для покоя. Для покоя, Златоус говорит. Заодно это тебе в геене места мало. Какой покой, когда-то бурное море. Жизнь – это море. Море. И мы должны с этим согласиться. Почему? Господь так устроил. И стихи, и цунами, и чего только нет. И воры, и демоны нападают, и пожар пожирают. Господь дал, Господь взял. Тяжело, трудно, забывается. Вот войну было так. У ней три сына. Одна похоронка пришла, вторая, третья. Она работает. А если ты опоздал там на 15 минут, 20, значит, два года тюрьмы. Это лагеря. И поэтому трамваи не ходят. И 4 километра надо же встать и пройти их туда, чтобы на завод вовремя прийти. А ей девчонке 16 лет неполных. Она опоздала один раз. Ее сразу арестовали в лагерь. Дисциплина какая была. Я к чему это говорю? А к тому, что мы должны согласиться. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. А воля его нам неизвестна. Она проявляется в том, что случается. Я вот слово «проблема» исключил из лексиона, из лексиконной речи. Не принимаю и не слушаю. Нерешенный вопрос. Нерешенный вопрос. Это вот и слово «проблема». Да, я слышала про видео, что «проблема» и ваш слово «мер». Весь ответ. Первый вопрос ты реши сама. Второй вопрос. Что об этом говорит Писание? Что говорит Святая Библия? Этот вопрос нужно кардинально решать. Все застолбить и не шаг в сторону. А как узнать? Ну, что Священное Писание нам говорит? Остался без жены, нищей жены. Осталась без мужа, нищий мужа. Потерял, что Бог дал, Бог взял. Как ее говорят. В один день 10 детей погибли у него. И когда они собирались, он приносил за них жертву. Может быть, они согрешили. Может, молодые там разговаривали так о Боге неблагоговейно. И налетел ветер, сатана как надул, поднял, ударил. И все умерли в один день. И он тогда и сказал, Бог дал, Бог взял. А потом Бог вернул ему все. Главное, все вдвойне. А детей-то у него было 10, теперь 10. А златоут говорит, а те-то куда делись? Они живые, только душа у них теперь. У него так получилось в два раза больше. Надо настроить. Значит, что говорит об этом Священное Писание? Мы уже узнали. Остался. Если муж там где-то желает идти, освободи его. Он свободен. Он свободен. Взяли где-то что-то. Ну, суд-то подала. А дальше-то не решается. Ну, и отойди. Переживешь. Прямо, определенно и четко. Останьтесь. Это уже, ну, не 16 лет. Вам сколько лет? Ну, взрослые люди. Уже за 50. Ну, вот. Главное-то огонь уже прогорел, считай. Остановиться надо. Второе, что говорит Священное Писание об этом? И теперь, когда мы разобрали, места Писания откроем. Притом не единожды. И что? Отвергнись себя. Возьми крест, следуй за ним. Отвергнись себя, своего я. Я претендую на то-то. Отвергнись. Не надо. У меня Господь, который восполнил все мои недостатки. Я за Христом иду. А второе, возьми крест. Вторая ступенька. Крест. Страдание. Ты страдаешь. Это твой крест. Ты не на фронте. Каждые 5 минут, вот которые мы сейчас с вами разговариваем. Одного христианина в мире убивают. Христианина убивают. Там это, в Африке, на этих 5, вот сколько 5? Получается 12. За один час 12 христиан мертвые лежат. Понимаете, что? А теперь это 12, а умножка еще на 24. Даже 10, может, уже будет 120. А это получается 240. Ну и считай 250 с лишним каждый день. 250, наложи-ка их мертвых. А этот пытают. Живем сжигают. Это поверьте. Ну, они гонят христиан. А я дома живу. У меня шторки закрыты. Меня никто не видит. Я занимаюсь любимым делом. В достатке пищи. Нет мяса у нас, мы его и не едим. И дальше следуй за мной. Смотри в заповеди. Значит, разбери, что тебе нужно. Второе. Разобрали. Третье. Что тебе говорит совесть твоя? А совесть, я нашел такое определение. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Ты слушай, что Господь скажет. Когда помолилась, вот мы всегда стоим и ждем ответа. Говори, Господи. Вот все эти вопросы решила. И тогда четвертый, последний. И то, что я приму такое решение, не будет ли это соблазном для кого-то? Не погибнет ли кто-то от этого? Понимаете? Вы себя оградили этими вопросами. Вот и все. Священное Писание определенный говорит. Ищите горнего, а не земного. Горнего, возвышенного, небесного. Вот и все. И вопрос этот не когда-то решается. Ты должна его решить сейчас. Ну, у меня было такое. У меня близкая знакомая, даже родственница. Она развелась с одним. А он ходит у нас в церковь. Ну, он пришел со своей матерью. Ну, я призвал его дядю. Вот здесь мы сели в этой комнате. И стали говорить. За ним счастлива, что он играл там где-то в рулетке. Или где-то. Деньги-то ушли. Дети-то растут. А дети-то не один, не два там. И не платят ничего. И получилось так, что она ушла от него. Раз не кормят ей. Ну, веры-то нету. И где-то. Теперь они подают. Там, насчет элементов. Давайте договоримся так. Вы подаете. Имеете право. Но вот какой суд примет решение, вы с ним согласитесь. И больше подавать не будете. Если не согласны, я разговаривать не буду. А что? Это каждый день собираться нам? Согласились. И суд решил не в их пользу. А они пошли опять подавать. Ну, мы же договорились с вами. Ну, миленькие мои. Ну, мы договорились. Зачем вы подаете-то? Уже Богу это не угодно. Вы Бога искушаете. Вы же молились. Обещали. Подали. Ничего нету. Но на душе этот камень остался. Вот как. Мы должны очень серьезно отнестись к нашему пути. К нашей душе. Наши отношения с Богом, чтобы не нарушить. А ему как Богу угодно. А чтобы мы в лишениях, в скорбях за все благодарили. Наполни уста своим благодарением. Господи, я благодарю тебя. Вот это у меня было. Вот это. Благодарю. А вот это у меня только думало, приближалось где-то и не дошло. Благодарю. Ты лучше знаешь. Вот. У меня брат священник, вы знаете. И он как-то говорит, хорошо, что брата моего Игнатия посадили. Говорит. А это я выиграл. Суд-то был. А то бы сейчас молиться негде было, как бы меня не посадили. А когда брали-то, знаешь, как было тоскливо. Такое дело. У меня 10 магнитофонов. Я насчитал 50 книг. Златоуста, жития. Все распространяю. И вдруг все оборвалось. Это не просто так. А все это разворовали. Ни копейки нету. А потом судился, выиграл. И вот видишь, как получил. А платить хорошо, что это инфляция была. Платить. А городская администрация ответственна. А не КГБ стороне. И тут. А у меня с мэром хорошее отношение. Он приезжает ко мне. Ну и дальше уже. Прокурор, край мой близкий. Черт. Говорит. Давайте решите. Лапкину руки-ноги, говорит. Не вставим. Ну, надо решить до конца. И на 11 лет это было растянуто. И потом приехали, сфотографировались. Мэр города. Наша центральная газета. Все засняли. И в газету Лапкин предпочел храм недвижимости. Видишь как. И все так расположилось. Ну, а я просил. Я просил. Просил у Господа. Ну, что ты дашь? И решение пришло только, когда уже все созрело. Так что ты практически уже все решила. И ты отвечаешь правильно. Тем более, ты активная такая. Ты мне нравишься. Я тебя не скрою. Спасибо, Христос. Да. А у тебя фамилия... Ну, я могу сказать, что этот вопрос был от третьего лица. Да. Так, скажи, пожалуйста, дорогая. У тебя фамилия девичья какая? Руденко. Вот Руденко. А это мужнина была, да? А я, по-моему, уже вот сейчас, да, Руда Саранюк. Руденко – это очень сильная... Это был генеральный прокурор Советского Союза на Нюрнбинском процессе. Да. Да, да, да. Руденко Борис. Так кажется его. Ну, вот и все. Остается поблагодарить Бога. И будь радостной, веселой, не показывай. Если он пошел... И кто-то там пошел, где-то там, в некоем царстве, некотором государстве, виду никогда никому не подаваешь, и тебе тоскливо и проще. Вот. Семикратно в день. И тебе время не останется. Я как-то посмотрел один раз. Господь дает время. 18 раз за день только на молитву становился. И ум уже никуда не идет. После того, как вот три святое прочитаешь и сто поклонов, даже разговаривать неохота. На душе такое умиротворение, такая благость. Глянул только, уже полчаса прошло, опять на молитву. Пенсионер свободный. Понимаешь, как и радостно с Богом. Тем более, когда вот сейчас у меня возможность такая. Люди приходят и заходим. И сами ищем этих бесед таких. Находятся помощники, сейчас мне помогают. Я каждый день выставляю 15-18 роликов. Каждый день. А я думал, никогда эти вопросы не распакуй. Вопросы и ответы, которые я давал студентам. Это самое ценное, что у меня есть. Никому не ответить. Я смотрю вот сейчас на священников. Показывают. Ой, так говорил, хорошо. Там отец Ткачев, Андрей. И я считаю, я его слушаю, когда плакать охота. Он Бога совсем как будто не знает. Он говорит, стращит. А это не к Богу. Люди на него смотрят. О, батюшка, как он Бога знает. Он там и Есенина, и там Пушкина сегодня. Он говорит, это вы знаете. Евгения Онегина, да. Там такие слова. Батюшка, люди-то пришли узнать, как душу ко Христу отдать. Он не знает. Ответ вообще не касается. Он ни один вопрос не ставит к этому вопросу. Вот любой вопрос. Мы поставили к нему четыре вопроса, и он решился. Не надо никаких старцев искать. Мы ищем общение со Христом. Да, я так и хотела, Игнатий Тихонович. Я хотела к старцу выйти. Но это было у меня где-то года два назад. У меня прям такое требование было. И вот когда я вас увидела, я не знаю почему, но вот все-таки, наверное, душа почувствовала. Я каждый день вас смотрела, я слушала прям ваш голос. И я находила очень много ответов. Я могу сказать, что Христос, я благодарна Всевышнему вообще за свою жизнь, где я родилась, какое у меня имя, как я прошла семейную жизнь, что замужем. Слава Богу, вот как бы всё хорошо. И я подумала, что когда я заявила о себе Господу, начинаются, наверное, какие-то испытания. Раз Господь говорит, если ты меня любишь, то, наверное, покажи свою любовь. И я вот зачастую думаю, вот те, которые прям кричат лозунгами, смогут ли они действительно воистину отдать свою жизнь за Всевышнего. Сейчас же жизнь другая. Раньше сколько было людей страдало. А сейчас, получается, мы не можем вынести даже те тяготы, которые нам Господь даёт. И мы слабые все. У нас слабый дух. И вот вы для меня, если бы вы имели священный сан, я бы прям стояла бы на коленях и просила, чтобы вы были моим духовным отцом. Я молю каждый день Господа о вашем здравии, чтобы вы пребывали среди всего нашего общества. И, как сказано в Библии, в книге Сираха, по-моему, не хвали человека, хвалить нельзя. Ну, как бы не ругать за глаза там. И так же и хвалить нельзя. Даже хвальбу не в глаза, если я не ошибаюсь. Да, есть такое? Ну, не так оно, маленько. Ну, в общем-то, не надо. Но это не вред, ничего. Апостол Павел говорит, вам надлежало хвалить меня, а вы меня ругаете. Апостол Павел прям нарывается на похвалу. Аначе я бы что-то немножко перебутала. Но я хочу вам сказать свои слова благодарности, слова, наверное, похвалы за то, что вы вот такой, что вы мудрый, вы действительно как отец-наставник духовный для многих-многих, тем более вот в группе во свете Библии. И я держу в душе, что я к вам приеду, я хочу к вам приехать. И я это запланировала. И когда уже ближе у меня будет, я вам позвоню, и если вы мне дадите разрешение, то я уже свою мечту до конца все-таки осуществлю. Ну, я должен батюшке сказать, скажу вас хорошо, знаю, тут вот какое дело. Если мы пошли за Господом, то отвергни себя, свое я. Ты свое я определи. Я вот такой-то, такая-то училась, так работала. Вот так я реагирую на замечания. Вот тут я такая-то, а тут вспыльчивая, а тут мстительная, а тут свое я отвергни и растопчи. Прямо топчи его. Отвергни. Мне нужны нету. А про кого это говорят? Про меня? Я такой и есть. Как говорит пословица, старого быха, чем больше бьют, тем шкура толще. Ну, я, конечно, ревностная. Ну, как и любой человек, наверное, где-то больше, от кого-то где-то, от кого-то меньше. Ну, то, что вы сейчас сказали, это так оно и есть. Я вот шла с работы в пятницу, я шла прям разговаривала. Шла, разговаривала спокойно, пешком, не боялась, потому что часто у людей наушники есть, и любой может подумать, что я иду разговариваю через наушники с кем-то. Поэтому спокойно можно идти разговаривать. И я пришла к выводу, что действительно моя ревностная любовь не должна относиться к окружающим, с теми, с кем я живу, с кем я работаю. А моя ревностная любовь должна быть по Господу. Вот я пришла вот к этому, что я должна переживать, а как Господь меня сегодня утром там примет, встретит, а услышит ли мои слова, а услышит ли слова благодарности. Наверное, вот это и есть. Когда от души, с любовью, с верой и со Святым Духом внутри. Я уже повторяюсь, я боюсь потерять вот это вот состояние духовное, которое оно во мне есть. Честно, страшно потерять. И вот поэтому ещё мой вопрос, как, кому молиться, может, какие-то есть определённые молитвы, Игнатий Тихонович, чтобы укрепить эту веру, не потерять это своё состояние, любовь, чтобы я ни на что не применяла, чтобы была преданная, как и была преданная по жизни к друзьям, к мужу, с любовью к маме, ну, ко всем, чтобы эта моя любовь преданная во сто крат превысила эту земную и мирскую любовь, чтобы я отошла от мирского и подошла хотя бы на 10 сантиметров. Знаете, вы сказали, вот был бы священником. Я многократно мог быть священником и даже выше, но вот мы сидим за столом, а тут несколько епископов, митрополит, и я в Америку, когда поехал, тут приехал сюда епископ, и меня обязательно рукоположить. Вы должны поехать священником туда. Я кое-как отбился. И там сидим за столом, митрополит и говорит, вам обязательно нужно рукоположиться. Вот сейчас у нас не находитесь, и мы вас сегодня рукоположим. Я начал им рассказывать, он посидел маленько, да, кое-где вам двери закроются. Вот и всё, больше не надо. Люди-то пришли не ко мне. Ну, допустим, я епископ, а ты пришла ко мне, а Писания не знаю. Ещё я тебе дам-то. От головы, говорится, от тёти Фроси. А вы знаете. Да, мы помолились, Господь открывает. А как вы узнали? Ничего я не знаю. Я знаю только Слово Божие, говорит вот так. А всё Писание, говорит, Богодухновенно. Оно, вот у меня, ну, лодунг, оно живо и действенно на сегодня. Две тысячи лет назад написано. Апостол Павел чётко и ясно эти вопросы разрешил. И нам только надо их усвоить, принять и понимать. Вот там Христос был, а я среди них стою. А вот, и когда он там умножил рыбу, хлебы, а как бы я посмотрел на это? Может, что-то в карман бы положил, чтобы домашним показать, как проспорку какую. Всё-таки Христос чудо-то сделал. Когда начинаешь смотреть, всё такое простое, понятное. Мы даже самые маленькие, даже Златоуст говорит, не только одно слово, а там буквы одну не оставляй, без внимания в Священном Писании. Тут всё в нём скрыто. Это ответ, главное для будущего. И ты вот разрешил, ты-то мне видишь, как говоришь, это не моё дело-то, какие вопросы? Я до конца ничего не спрашиваю, мне не надо, я только ставлю четыре вопроса. И, отвечая правильно на них, ты сразу почувствуешь облегчение. Господи, хорошо, что я тебя избрала. А он говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение, проклятие, свет и тьму избери. Зачем умирать тебе? Избери меня, он говорит. А вот это как раз проверка. Сейчас говорят, а почему в раю дерево это было, когда съели и умерли, познание добра и зла? Если бы его не было, они бы сами попросили, Господи, а в чём я могу показать тебе верность? Послушание-то. А у тебя вот сама обстановка такая, что другого-то и нет. А я не так, я хочу вот так. Там вообще ничего нет, одна тьма. А здесь у тебя довольство. Ты принимаешь как бы худшее, благодарность в сердце. У тебя лицо радостное было. А пройдёт время, ну, дело уже покажет тогда. Если человек даже не вразумится, а тебя не зависит. А ты, мам, молись. У нас бывает так. Человек уйдёт, проходит время, и он начинает думать, куда я пошёл? Что я получил? А я говорю, вот ошибка священников, они думают, к ним пришли. Не к тебе пришли, они пришли к Богу, чтобы ты, слыша голос, а голос Божьего, это Писание, ответил. Это всё же по простой схеме может быть. Если я для Господа, он говорит, будьте святы, как я свят. Живи во мне, придём, обитель у него сотворим. Тело наше, храм Божий. И мы, мы, наше я, оно невидимо, это не внешняя оболочка, а наша-то душа, она может там карлик ржавенький. И каждый ответит за то, что он делал, живя в теле, доброе или худое, живя в теле. То есть я, тело моё, это не я, я живу в этом теле. Второе, Коринфянам 5-10. Живя в теле. Ну и всё, я могу, мог бы заболеть, ко мне не прикоснись, я заражённый. А так, всё по-хорошему. И тут, конечно, на память, вот там пришло, там, что у Соломона, они заспала, одна ребёнка придавила. А сколько таких примеров. И вот когда Господь предлагает, Он предлагает, вот в этой ситуации ты можешь принять это с радостью, который, вариант-то стал другой. Вот была у меня лошадь, а теперь лошади нету. Украли. Там, ну где-то там кто-то, у меня, говорит, там муж ушёл, другой жена, там дети бросились, свекровка. Было и нету. Какой мне вариант лучше? Из чего бы я хотел? А то получается так, парень решил жениться, а девчата хуторами, разбросанная-то. Он любит направо, там, налево одна. Ну, а ему охота, чтобы помолиться, доезжает до раздилки, за вашу жену маленькой дёргать, чтобы туда повернула. Туда, где его возлюбленная живёт-то. А другая девушка, она оказалась намного лучше, вернее, но он лошади не дал туда пойти, хотя молился. Вот мы такие лошади. А что сказать, я не знаю. Я думал о вас в эти дни. У меня на душе спокойно. Не было такое, чтобы я услышал, что-то и... Ну, я чувствую себя на молитве. Молитва не идёт. Вот бывает человек, я знаю, только напомнили, я опять его теряю. А о другом, он даже враждебный, 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 а я каждый день о нём молюсь. Он всё время передо мной стоит. Вот и всё, дорогая. Так что ты старайся обновляться духом, как по своему имени. Наталья означает рожденная. Рожденная. Ну и вот возрождайся, как говорится, из пепла. Немножко вот сейчас связь плохая. Я не всё чётко слышу, но думаю, видео посмотрю, там может быть лучше. Да, я к утру... А тут оно... О, эхо идёт, я поэтому уменьшил. И пропадает где-то часть слов, и смысл тяжёлый. Ну всё, ещё что есть у вас? Вопросов нет? Ну я, наверное, ещё буду звонить, я просто от радости немножко потерялась, что я вас увидела, с вами пообщалась. Всё, договорились. Вы тогда смотрите, я сегодня ночью поставлю под зарядку уже, и может быть к утру у меня будет стоять этот ролик. И вы заново пересмотрите всё, и на себя посмотрите, и уже со стороны как бы глянете, и улыбнётесь, скажут, а что я беспокоилась, о чём? Ты же ничего не потеряла. Наоборот, ты свободная теперь будешь. Ну украли лошадь, я без лошади обойдусь. Вот и всё. Хорошо. И знаете, вот такой ещё лично мой вопрос. Скажите, пожалуйста, как я могу, у меня не получается скачать ваши книги, я хочу иметь три книги ваши во славе Библии, вот именно ваше святое писание, ваши три книги вот эти, столкование. если по почте, допустим, вы мне вышлите... А где живёте? Я живу в Казахстане, в городах Тюбинска. Ну так давай-ка, если ты думаешь летом приехать, то ты получишь. Казахстан, это очень дорого. В Казахстан посылать. Бывает, в Белоруссию легче послать, чем к вам. Ну и придёшь. Пока считать тут можно, в интернете. Я вам скину данные все. Потому что это заграница, у нас заграница совершенно другая цена. Так что это всё накладно. Лучше у вас там взять, да? Хорошо. Конечно. У меня тут все книги есть. Вы посмотрите. Может, ещё что-то вам надо будет. Хорошо. Если ничего нету, всё, прощаемся. Ну всё. Спаси Христос. Спаси Христос. С Богом. Слава вечера. Надежда Васильевна. Аллилуйя. Благодарю. Отошли.